Яблоня, липа, вяз или береза? Какие деревья украсят экопарк Муринские пруды, обсудили сегодня на совещании при главе города. Предпочтение тем видам растений, которые хорошо произрастают в условиях нашего климата и устойчивы к болезням. Всего в парке будет высажено 250 хвойных и лиственных растений и почти 3000 кустарников. Будут яблони, ивы, клёнгенала, то есть такие декоративные виды, много кустарников, пузыреплодник калинолистный. Вместо жимовости, скорее всего, будет кизильник, кизильник, либо тоже пузыреплодник и ещё несколько видов более декоративных предложено. Территория в этой части микрорайона долгое время пустовала. Сегодня на площади около 7,5 гектаров уже есть велосипедные и пешеходные дорожки, спортивные и игровые площадки. Растения станут логическим завершением создания полноценного экологического парка. Общественную территорию на Гальянке создали в рамках проекта «Жильё и городская среда». Хочется сделать из экопарка действительный экопарк, сделать его красивым, привлекательным с точки зрения наличия растительности, наличия видов деревьев, сортов деревьев, которые там будут высажены, сделать его красивым во все времена года, будь то это весна, когда всё расцветает, будь то лето, когда всё зеленеет, или осень, когда всё будет разукрашено различными цветами. На совещании глава города поручил специалистам службы экологической безопасности доработать некоторые зоны экопарка, в центре сделать небольшой лесной массив, а перед сотой школой предусмотреть живописную липовую аллею.